Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом белково-масляного крема. Он очень приятный на вкус и с ним можно сделать любую цветочную композицию. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для крема нам понадобится 2 белка весом 65 грамм, 65 грамм сахара, 160 грамм сливочного масла и щепотка соли. Белки с сахаром и щепоткой соли отправляем на паровую баню. Ни в коем случае ваша посуда не должна касаться воды. И непрерывно помешивая, ждем когда наш сахар полностью растворится. Это будет готовность наших белков. Они заодно как раз прогреются. Растворился ли ваш сахар, проверить очень легко. Просто протрите смесь между двумя пальцами. Если не осталось крупинок сахара, ваша смесь готова. И не дожидаясь, когда наши белки остынут, ставим взбиваться в миксер. Приблизительно на 5-8 минут, все зависит от его мощности. Добиваем белки до хорошей плотной меренги. Как только наша меренга готова, начинаем добавлять размягченное сливочное масло. Оно должно быть обязательно комнатной температуре. Тогда ваш крем 100% получится. Делаем это постепенно, давая каждый раз крему объединиться с нашим маслом. Наступит такой момент, когда покажется, что ваш крем расслоился. Но так и должно быть. Ни в коем случае не переживайте, а продолжаем взбивать. После добавления всего масла, продолжаем взбивать еще приблизительно 5 минут. Но опять же, ориентируйтесь на мощность вашего миксера. Возможно, вам понадобится меньше. Ваша масса должна побелеть и стать однородной консистенцией. Это означает, что крем готов. Вот такой в итоге у вас получится крем. Он будет иметь хорошую однородную консистенцию и будет очень гладкий. Данный крем легко окрашивается любыми пищевыми красителями, но имеет слегка желтоватый оттенок. Поэтому, если вы хотите белый цвет, то нужно добавить в него соответственно и белый краситель. На примере сейчас покажу, как я делала розочки из данного крема. Использую насадку 124К. Сначала создаем небольшую базу, а потом против часовой стрелки начинаем накручивать наши листочки. Так роза будет выглядеть более натуральной. В конце дополняем нашу розочку зеленью. Делаю это насадкой лист розы номер 70. Вот такая роза в итоге у нас получилась. Надеюсь, что данный рецепт крема вам понравился. И вы, конечно же, поставите ему свои лайки. Также буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока!